Майдан Народ сейчас на Майдане, то есть до, видите, сотнями тысяч людей. И я думаю, что Майдан уже победил. Я думаю, что речь идет просто о днях, сколько времени займет. Я думаю, они своих целей добьются. Цели они выставили уже. Это отставка президента, отставка правительства, досрочные президентские и парламентские выборы. Они уже не обсуждают больше никаких вопросов. То есть уже ЕС, ТС, это все само собой. Они уже ставят такие вопросы. Я думаю, что они своего добьются. И я хочу подчеркнуть, насколько культурно проходит. То есть ни одной, не то, что там побитые витрины. Эти кафе они предоставили бесплатно пользование Wi-Fi. Ни одного случая скандала. Ни одного случая какой-то ссоры. То есть это полная демонстрация такой общенародной солидарности друг другу. Таксисты с меня один раз не взяли деньги, когда узнали, что я приехал на Майдан. Попросил слово. Мне слово без проблем предоставили. Я сказал, что мы приехали выразить солидарность с Казахстаном. Я рассказал о том, что... Ну, эта запись есть на Фейсбуке тоже, видео. Что мы тоже не хотим быть в таможенном союзе. Мы тоже хотим выйти из таможенного союза. Кроме того, мы хотим закрыть 7 российских полигонов, которые советского времени до сих пор у нас в Казахстане. Я рассказал, что у нас вот в эти дни декабрьские отмечаются годовщины. Жиль Токсана 86-го года, когда очень много жертв было. Первое выступление в Советском Союзе было. Отмечается годовщина двухлетней жертвы в Жан-Аузене. Рассказал то, что Голодомор был не только на Украине, но и в Казахстане. И сказал, что мы здесь просто символически вас поддержать, что народ должен сам выбирать свою судьбу. Для людей Майдан – это спасение. Нам нужно это понять. Там не просто это гражданское выражение, недовольство, то, что СССР не подписали. Майдан для них способ спасения своих детей от криминалитета, от власти криминалитета. Вот что я понял. Там хотят... Поэтому сейчас уже не стоит на повестке дня. То есть само собой стоит один из вопросов подписания широкомасштабного документа с Европейским Союзом. Для них Европейский Союз – это тоже спасение своего рода. Что там будут соблюдаться права человека, законность, честные выборы и так далее. Для людей главное просто спасти свою судьбу. Вот на Украине сейчас так. Хотелось бы, чтобы Украина вошла в таможенный союз. Вот последние документы, которые подписаны, явно свидетельствуют о том, что Россия заманивает Украину. Но дело в том, что это просто бесполезно. Вот России просто нужно понять, что другого пути, как равноправное сотрудничество, быть не может в мире. На сегодняшний день нету, никто не строит таких отношений уже. То есть уже и информационно все свободны, и культурно все свободны. Невозможно сейчас опять выстроить империю и насильно всех держать. Это просто уже мир другой совершенно. Можно только равноправный и добровольный. Если на Майдане люди выступают категорически против таможенного союза, ну зачем насильно или там завлекать как-то? Ну смысл какой? Ну у нас, понимаете, Майдан у нас, во-первых, был, можно сказать. Вот буквально два года назад уже на Узене 7 месяцев стояли люди. Точно так же ни одного пьяного, ни одной ссоры, ни мусора, ничего. Точно так же у нас было. В 86-е году это было выражение Майдана. Это было выражение Майдана. Мирная демонстрация была. Никто не бил стекла там и так далее. То же самое. Но просто власть разгоняет у нас, видите. Там пытается власть разогнать, но это не удается. Вот мы были там, когда днем приехала Кэтри Нештон. Это, ну, прощая, министр иностранных дел Европейского Союза. Были встречи с заместителем госсекретаря госдепа. Янукович собрал бывших президентов, говорил о необходимости политического урегулирования. И все расслабились, думали, ну, сейчас начнутся переговоры, круглый стол и так далее. И буквально в эту ночь Беркут ночью в 4 часа утра начал наступление на Майдан, разбирать баррикады. И артистка, певица Руслана, которая выиграла Евровидение для Украины, она стала кричать в микрофон, чтобы церкви начали звонить в колокола, чтобы народ пришел. И церкви ночью начали звонить в колокола. И соседи начали поднимать соседей. И уже в течение получаса несколько тысяч прибавилось на Майдане. Ну, это зима, мороз, и в течение еще часа, еще больше народу. И Беркут просто отступил, он ретировался. Ну, я сказал, что у нас, во-первых, такие случаи вот были в недавней буквальной истории. И даже в этом году, в прошлом году люди там за землю, посмотрите, за выступление есть. Я думаю, что это возможно, но для этого нужны условия. Для этого нужно, чтобы люди патриотами были. Потому что вот, чтобы состоялся Майдан, это нужно, чтобы киевляне помогали Майдану. Потому что без теплых вещей, ведь люди приносят туда теплые вещи, носки, там, лыжные костюмы свои. И чтобы была доля патриотов, хоть доля патриотов среди малого и среднего бизнеса, которые помогают тоже, там, приносят кто чем может туда, да. Доля патриотов среди органов, потому что Беркут, например, многие из них отказались штурмовать Майдан. Но должны быть патриоты среди журналистов, которые пишут там объективно и так далее. Чтобы был патриотизм, нужно, чтобы росло национальное самосознание. Это и есть патриотизм. Для этого нужно, оно и есть самосознание, но нужно условия организоваться там. Там каналы, посмотрите, у них собственные каналы, прямые трансляции с Майдана. Дома сидишь и смотришь, например, прямая трансляция. На Украине сейчас решается судьба не только Украины, но и нашей тоже. Потому что если они сидят в первом вагоне, мы сидим в девятом вагоне. Если они зайдут в таможенный союз, таможенный союз укрепится, и у нас меньше будет шансов выйти из таможенного союза. А если они не зайдут в таможенный союз, то южный таможенный союз не укрепится, и у нас остаются шансы выйти из него. И еще Майдан – это совокупность гражданской смелости отдельных людей. Жанаузен, вернее, его последствия, это, как Канат Ибрагимов удачно сказал, это плата нас за нашу общую трусость. А когда граждане трусы, то тогда получается Жанаузен. Ведь вина Жанаузена не только на власти, но и на нас, потому что мы в большинстве в подавляющем своем не заметили якобы этого. И тогда, вот когда общая такая масса граждан трусы, ну трусят просто, да, то тогда получается Жанаузен. А когда общая масса граждан смелые, то тогда получается Майдан. Вот на этом я бы хотел закончить. Так сейчас, петь.